Первым делом поднимаем машинку на домкраты. Сейчас отворачиваем кайки полностью. И нижнюю гайку откручиваем последний. Снимаем колесо. Отворачиваем механизм колеса на себя до максимума. Накидным ключом на 14. Отворачиваем болт нижнего крепления суппорта к направляющему пальцу. Отворачиваем болт верхнего крепления суппорта к направляющему пальцу. Поднимаем суппорт и отводим его в сторону. Проверяем работу верхнего направляющего пальца. Чтобы он ходил без заеданий. И проверяем работу нижнего направляющего пальца. Чтобы он ходил без заеданий. Вынимаем палец из скобы суппорта. Снимаем пыльник. Для наглядности покажу почему. Палец под замену. Смотрим насколько у нас палец корродированный. Самонаправляющая в раковинах. А это вот состояние родного. Нового. Без коррозии. Без раковин. Это его размер в диаметре. Длина у нас 42,95. И здесь размер 18,9. Место крепления пыльника на 15. Прежде чем назад одевать пыльник на направляющую. Необходимо проверить его целостность. Чтобы пыльник был без трещин. Без растрескиваний. Чтобы не был порванный. Потому что иначе если будет он поврежден. Под пыльник начинает попадать вода. За чего начинает палец опять корродировать. И вследствие чего палец заклинивает. Берем смазку для суппортов. Она универсальная синтетическая. Выдерживает температуры от минус 50 до плюс 1000. В желоб который у нас фиксируется пыльник. Мы обильно взбиваем смазкой. Чтобы у нас лага не попадала. На палец. Пыльник у него есть сторона. Там где отбиты цифры. Этот бортик более широкий. А вот этот бортик он более узкий. Вот узкой стороной мы одеваем на направляющую. Все перетираем на сам палец. Чтобы у нас по максимуму было еще в смазке. Можно обратить внимание, что у самого пальца есть три проточки. Раз, два, три. Это для того, чтобы у нас смазка полностью не уходила. Именно за счет проточек оставалось. Смазываем сам палец. Смазки сюда тоже не жалеем. Все что у нас лишнее будет оно выдавиться. Пыльник необходимо внутри тоже добавлять смазку. Внутри его там пройтись. Переходим к смазке. Место крепления пыльника на скобе. Здесь аналогично. Это все по кругу. Лишнее потом мы вытерим. Излишки можно внутрь в направляющие отверстия. Заводим палец в скобу. Проворачиваем. И фиксируем пыльник на скобе. Излишки взираем. Еще раз проверяем. Направляющая отрабатывала, ходила свободно, не заклинивала. Те же операции проводим с нижним пальцем. Проверяем в каком состоянии у нас. Нижний. Нижнего история получше. Можно сказать он вообще не корродированный. Единственное что там где сам крепится пыльник. Видим что все таки влага сделала свое дело. Коррозия началась. Нижнюю направляющую. Мы уже обильно смазали. Вставляем наш палец. И за счет проворачивания фиксируем пыльник. Лишнюю смазку переводим на противоскрипную пластину. Где у нас соединение происходит с тормозным цилиндром. Проверяем работу направляющей. Суппорт со второй стороны, где контактируют второй противоскрипной пластиной. Смазываем смазкой для суппортов. При установке суппорта в исходное положение необходимо следить за тем, чтобы прямоугольные отступы, которые сделаны на суппорте с одной и со второй стороны. совместились с лысками, которые сделаны на пальцах. То есть вот одна лыска. Либо вот со второй стороны. Заводим назад суппорт. Легло в нужное положение. Выполнение этого условия необходимо для того, чтобы не дать проворачиваться направляющему пальцу при заворачивании болта крепления суппорта. Нажимаем назад болты. Для того, чтобы у нас в дальнейшем тоже не было проблем при выворачивании, болты предварительно в графитную смазку. И нажавляем нижний. Вот артикул у нас. Самих пальцев направляющих. Более подробная информация будет расположена под видео. Опять же, ключиком на 14 выворачиваем болты и фиксируем наш суппорт. Усиле, с которым необходимо заворачивать болты ньютон на метр, будет указано под видео. Ну, это самое дело с верхним. Ну вот, работы все завершены. Для того, чтобы у нас тормозной цилиндр встал на место, необходимо пару раз нажать на педаль тормоза, для того, чтобы у нас колодки были подведены к тормозному диску. Нажимаем на педаль тормоза. Теперь нам необходимо вывернуть руль обратно. Надеваем колесо обратно. На шрифта надеваемой колесо зази м people зази зази предварительно затягиваем завершающей стадии опускаем машину с домкрата Продолжение следует...